А вот в Каменогорске врачи отказывают в реабилитации подростку, упавшему с восьмого этажа. У 16-летнего Данилы Обухова высокая температура и пролежни, поэтому казахстанские медики не готовы ему помочь. Его мама обивает пороги и собирает деньги на реабилитацию в российской Казани. На первом этапе местные врачи спасли ему жизнь, и я им за это очень благодарна. Ну а сейчас мы находимся в тупике. Мы и в Астану обращались, и в Алма-Ату обращались, и здесь. Даже на платной основе нас не берут, потому что у ребенка находится пролежни и температура на протяжении трех месяцев 38. Вот, и мы не знаем, что делать. 16-летний Данила Обухов упал с восьмого этажа пять месяцев назад и сломал позвоночник в двух местах. Сейчас у него работает только одно легкое. Ниже пояса юноша парализован. В больнице Данила пролежал с января по апрель, потом его выписали. Из-за пролежней температуры казахстанские клиники его не принимают на реабилитацию. Мама Данилы уволилась с работы, чтобы ухаживать за ним. Приходит массажист, но этого мало. Даниле готовы помочь в казанской клинике. Там могут провести реабилитацию, а затем операцию. Есть шанс, что она спасет многие юноши. Но только на курс лечения, не считая хирургических услуг, требуется как минимум 10 миллионов тенге. Их семья пытается собрать их с помощью неравнодушных людей. Узкоминогорские врачи объясняют свой отказ в госпитализации тем, что из-за сниженного иммунитета Данила может не перенести транспортировку, а также есть контакт с другими пациентами. А выделить отдельный бокс нет возможности, но в Министерстве здравоохранения обещали помочь. Согласно приказам, которые существуют в Казахстане, по оказанию реабилитационной помощи детям с противопоказаниями, они у него есть, это лихорадка и пролежание, которые имеются, мы данную реабилитацию не можем сами проводить. И центры, которые хотели поехать в Астане или в Алма-Ате, они ему отказывают. Продолжение следует...